Всем хеллоу, с вами Санчоус. И уже практически окончательный и бесповоротно отпозитивленный Новосибирск. Бедный городишко. Я сейчас атомную оружку буду делать, но не это главное. Тут пугающий тухачек на горизонте образовывается, и я знаю, как его очень по-хитрому нашутить. Со скупкой конкретно него у меня могут быть проблемки, но вот пока Ельцин, как обычно, всё не просерил его часть Сибири за пожизненный запас водки приватизировать, это уже похоже на какой-то надмозговый геймплей. Жалко только, что я об этом раньше не догадался. И это, кстати, большая проблема, потому что не факт, что я успею ещё. Опять нашутили. Игра не считает, что Сибирь и Западная Сибирь, это, блин, соседние регионы. Логично. Ай, ну здорово, Майкл. Хе-хе-хе-хе, я не хочу умирать. Хотя ладно, походу этого коммунистического ультрамилитариста всё-таки можно скупить. Вот уж да, тот ещё народный типчик. Я очень надеюсь, что он таки считается соседом. Мда, вот как-то так и должна выглядеть панель управления ядерным космолётом. Зачем сюда ещё какую-то женщину засунули? Короче, вот так вот тут проект Молнию видоизменили. Какие-то плюсики, минусики, прочая хрень. И нихуя непонятно, и интересно, в принципе, тоже не очень. Тухачек, походу, немало бабоса съест. Но лучше так, чем не так. А вот и выборы, выборы, кандидаты-гномики закончились. Прощай, адекватный лётчик-силовик. Привет, неадекватный писатель-демократик. Погодите, тут что ли тоже операция-приемник закончилась успешно? Пришк-прыгине главой правительства был Шукшин? А при Шукшине, ну да. Нормальная такая у нас тут демократия. Всё-таки не зря протестного Ваську за всё это время в тюрягу не посадили. Хотя могли. Нам ещё его фокузиков добавилось. Но всё-таки сначала надо веточку на атомное оружие закончить. А то, походу, скоро фокузики поменяются, потому что России недолго осталось быть разделённой. Плюс ещё один завершённый проектик. На самом деле, довольно-таки полезный. Не так уж их много, в принципе, осталось. Только истребутель, и перехватчики, которых я не делаю. Но, кстати, бичеватель ещё и агрессивными красными буквами звучит мощно. Как же, блин, вовремя я прочитал под последним видосом, что атомное оружие тут не работает? Как раз-таки в конце гонки за солнцем. Ну да и хрен с ним, время шакшуке блистать. Утю-тю-тю-тю, кто это у нас тут такой добрый реформатор? Борец с наследием диктатора Покрышкина. Ой. С мега-корпорациями он, походу, примерно так же будет биться. Ну а что, если хочешь что-то победить, возглавь его. Так же работает и с коррупцией. Но народу нравятся шукшинские возвышенные бредни и замечательно. Типа демократизируемся потихонечку. Посмотрите, кто это такой смелый. Всё-таки будет с корпорациями бороться. Погодите, это реально? Челик, который пришёл к власти на базе борьбы с коррупцией, реально борется с коррупцией. Офигеть, магия какая-то. И что, кстати, интересно, корпораты не так уж и недовольны. Потому что в Сибири наступила великая эра позитива и взаимопонимания. Грезим мечтами на пути к славному, ну или как получится, будущему. Для этого надо хотя бы тухачика дипломатически добить. Ну и потом, кстати, тоже особого позитива не обещается. Скорее, ядерное уничтожение или что-то в этом роде. Просто посмотрите, на что мне пришлось пойти ради безболезненного захвата тухачика. Все мои бабчики. Конечно, в любом другом случае было бы хуже, но всё равно что-то грустненькое. Как же это мебно, что ради воссоединения России мы подкупили коммунистов. Держите супер-эвент, но без музыки, потому что авторские права, оказывается, и на хаву на гилу есть, а я не хочу рисковать. Но страна всё ещё не до конца восстановлена. Надо готовиться к ещё большей резне. А где? Аву. Во время одной из одиноких прогулок по берегу Аби, голову Шукшина посетила светлая мысль. А чё бы по германцам не ебать? И ведь действительно, а чё бы и нет. Он построил замечательную федерацию, увеличил уровень жизни народа, только чтобы это всё спустить на неимоверных масштабах кровавый пи***ц. Кого? Походу, всё ещё перевести не успели. Причём это только название фокусов, уродские, с ивентами-то всё окей. Ну не считая парочки исключений. Но походу всё равно на Генглиш переключаться надо. Я, наверное, сейчас перестану так много ныть про позитив. Но потому что человек к любому говну постепенно привыкает. Хотя тут всё-таки не факт. Но при этом у меня есть ещё повод для негодования. Я не уверен, почему было переведено только часть фокусов. Может что-то не успели, а может... Саббот про вторую западнорусскую войну пора переименовать в коллективное надпи***вание на Жукшина. Серьёзно, разрабы просто не могут, б***ь, остановиться. Великий суд Омска? Не, какая-то скучная х***а. Блин, да нету скучнее объединителей, чем он. Хуже него могут быть только какие-нибудь комильские демократики, на которых всем похуй. И после того, как у демократичного Новосибирска вроде бы всё сделано, вместо того, чтобы разрабатывать Великий суд или что-нибудь веселее, они что? О, правильно, б***ь, создают нахуй арт-демократических преемников. И никому не нужных. А если кто-то в комментах напишет, что они ему нужны, то это всрадый кляун. Очевидно, что авторы Сабмода ничего никому не должны, и вообще это их личное творение, которое они делают забесплатно. Но почему, б***ь, Шукшин? Они только его уже где-то полтора года разрабатывают. При том, что год назад основной контент уже был готов. Когда-то они ещё весёлые тизеры выпускали про Серова, и его национал-большевистские приключения в Казахстане, но теперь и этого нет. Я чуть-чуть так не понимаю разработчиков. Ещё один проектик успешно завершился. Ексилент. Интересно, их вообще можно просерить? Ааа, поначалу у меня была кое-какая надежда. Но нет, писаки во второй западнорусской не менее графоманистые, чем в оригинальном ТНО. Шукшин неожиданно для себя заметил, что его розовые мечты немного не соответствуются с реальностью. Когда он к власти шёл, все вроде бы поддерживали борьбу с коррупцией. Но когда дело до дела дошло, оказалось, что не очень. И ещё силовики напрягают. Короче, будем надеяться на светлое демократическое будущее, потому что нам только и остаётся, что надеяться. И при этом, кроме реформочек, не стоит забывать о масштабной войне с Германией. Надо потихонечку генштаб готовить. А в плюс или в минус уже от моих генералов зависеть будет. Я не понял, либо тут всё самонейтрализовалось, или чё-то не сработало. Ну ладно, пусть висит хрен с ней. Хе-хе-хе. Как-то это постуронично, что столица Ирака оказалась в Кувейте. Ещё больше ивентов. Прагматизма демократия нет, блин. Демократия. Непонятно, а чё это Шукшину в нынешней системе прагматизма не хватает? Что могло быть ещё прагматичнее, чем подкупить милитариста-коммуниста? Силовики же умные ребята, может они такими темпами и Германию захватят. Но нет, блин, они недостаточно демократичненькие. For the good of federation. А фигня с генштабом всё-таки заработала. У меня что, про каждого отдельный ивент будет? Чё-то это как-то немного дохуй получится. Тогда, в принципе, можно забить, хотя вот интересно, что про хемеровских фемок напишут. Как-никак, одна из них моя лучшая генерал-ша. О, так мы можем не бросать своих старых друзей. Трули-фри-раша, трули-фри-рашей. Но зачем менять механизм, который и так прекрасно работает? И ломать тоже ничего не надо. Ну и если действительно говорить про прагматичность, новое демократическое правительство лучше создавать вместе с силовиками, а не какими-то только что появившимися ноунейм-гномиками, у которых даже популярности никакой нет. Ммм, но Элекшнс демократичненькая. Ещё никому не нужными партиями насрём. Не понял, а где политические представители фашистов, национал-социалистов и бурксисов? Лидер или 1984? Хотя вот про бурксисов, погодите-ка, у нас что, есть свой аналог Увырита Борицкого? Буквально только тут движение вместо общества восстановления Российской империи. И идеология такая же, как у Табика до того, как он начинает плотненько кукухой слетать. Мне кажется, один мальчик из Иктывкара после первой неудачной политической карьеры решил не бросать свою мечту и в новой политической системе попробовать ещё раз. Я могу в Иран интервироваться, а... Я думаю, местным гномикам и так США поможет. Хотя ладно, типа, если есть Абилитис, то почему бы их не завязать? Покажем, что Россия возвращается на глобальную сцену, хоть и не очень глобально. Даже мировой ивентик про это сделали. Все немного охуели, но по большей части всем похуй. О, тут даже можно своими позитивными демократическими бомбардировщиками гуманитарно бомбить всяких негативчиков? В том числе и Демократическую Республику Иран. Что? А кого мы вообще тогда поддерживаем? Или просто по приколу устраиваем полигон для испытания новых самолётиков? Я, в принципе, не против. Ээээ, вот этот вот усач нам друг. Но ППшка всё равно все на интеграцию уходит, так что подождём. Так, с полезными и минимально полезными людишками дела обговорили. Теперь время народишки за прагматичную демократию пояснить. Надеюсь, со временем она не скатится в суверенную. Вы чё, и... Секунду, Сыктывкар, это то, о чём я думаю? Да не, херня какая-то. Короче, про новые партии насрали. Либерал-айдиал, милитокриси, короче, ясно, даже читать не буду. На социал-либералов тоже пофигу. Ещё какие-то патриоты есть, но, как я понял, это ребрендинг силовиков. И Беспокрышкина. Поца, который практически бескровно объединил Россию, выпернули на мороз, и вместо него теперь Примаков. Интересно, они специально аббревиатуру практически такую же, как и у правящей партии выбрали. Шукшин чё, ФБК создаёт? Like Leader или? Как-то он борется с коррупцией, борется и никак не поборет. Да господи, отстаньте вы уже от этих суперкорпораций. Бедняги и так уже, считай, никакого влияния не имеют. Это как бить лежачего инвалида, который уже мёртв. Аморальные антикоррупционеры. Мне корпоратов уже просто жалко. Бедные челики, они ж всего лишь хотели скупить всё правительство и устроить киберпанк. Невинные океаганцы. Похоже, всё-таки придётся в Иран недобровольных добровольцев отправлять. Оказывается, что не про СШАшные демократические гномики. Слабенькие от слова совсем. А вот у пропендоских, кстати, откуда-то даже танчики появились. Надо бы помочь независимой демократии, чтобы по итогу она стала зависима от нас. Ну шо, время первый раз думу собирать. Ивент, как обычно, вместо того, чтобы что-то пояснять, просто срёт добротой. Ох ты ж, б***ь. Хуже, чем демократия, может быть только демократичные системы управления космолётиком. А вот и местный типа Табик. Почему-то мне очень хочется выделить ему пару лишних миллионов долларов. Мне кажется, он придумает, как весело их потратить. Почему слово «водинг» так похоже на «вомитинг»? Но мы, короче, будем дружить только с базированными челиками. Социал-демократические аграрно-либеральные додики идут лесом. Просто социалисты тоже, а вот коммунисты, силовики и царисты – welcome to the club. Но это же как у США в ванилке! За что мне всё это, господи? Ну да, это определённо веселее, чем делать какой-нибудь нахуй, кому ненужный Грейт Трейл. Именно так я себе представлял мод, а второй, блин, западно-русской войне. Я наверняка со всем этим успею ещё крайне заебаться. А пока проводим прогрессивные, ну или не очень реформы, от народа для народа. Вообще, я решил эту ветку первой взять, потому что тут есть фокус-драг-прайс-контрол. Подумал, что Шукшин решил добывать деньги на позитивную демократию не очень позитивным способом. Но тупой английский язык меня обломал, потому что у них котики и лекарства – это буквально одно и то же слово. Ну ладно уж, позанимаемся чуть-чуть здравеихренением. Но с прагматическим подходом. Мы же не будем быдломассе просто так лекарства выдавать. Они ведь из него реально что-нибудь изободяжить могут. Ох уж эта знаменитая народная хитрость и находчивость. Чё-то не понял сейчас. Во-первых, ивенты уже за... сука, они каждый день появляются. А во-вторых, чё это нашим патриотичным российским бизнесом управляет какой-то вандзик? Ладно, Марьяна и Казимиры, они хотя бы в теории могут встретиться, а что вот этот кадр в еб... Сибири забыл? Ну это даже не смешно уже. Целый абзац про то, как чел жрёт сэндвич. Наху... мне это читать? И наху... кому-то нужно было это писать? Очень мощно разосрались ивентами про какого-то Новикова. Какой-то полурандомный хрен из златоуста и вообще, почему меня это должно волновать? Почему у меня два орлика появилось? Должен же быть один. Какое-то там голосование за что-то бесполезное идёт, но все довольны, так что и пофигу. Теперь перейдём к культуре. А нам тут предлагают какое-то новое мышление, но зачем? Модернизм Россию объединить не помог. А вот гордые и патриотичные силовики помогли, пусть продолжают в том же духе. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй... Во-первых, мне жалко революционно-национальных туркестанцев. Они оказались в крайне непростой ситуации. А во-вторых, тут Туркестан объединился и под патронажем кое-кого интересного. Гадкий пиндостан гадит российской демократии. А мне ж его присоединять уже довольно-таки скоро. Как бы третья мировая не началась немного раньше и не с тем противником, с которым мы изначально планировали. Ситуация так-то реально чё-то какой-то... Ммм, новые интересные проектики? Я надеюсь, потому что не зря ж мы ЦКБ решились расширять. Нам определённо понадобится больше демократических вундерваффе, чтобы победить фашизм. Ноу, вумен, соу, кринге! Целая ветка про избирательные права и прочее равенство х**енства. Я её даже комментировать не буду, потому что нечего комментировать. Нам же недостаточно голосоваторов, давайте ещё завезём. И так же никаких сложностей на горизонте не рисуются. Было бы прекрасно, если бы, думаю, одумалась и не стала за этот проект голосовать. Как всё-таки приятно, что от этой демократической доброты можно отвлечься, устроив гуманитарные стратегические бомбардировки иранских аберегенов во имя свободы. Неважно, кому от кого, главное, что вот именно за свободу. Надеюсь, персидский народ в достаточной мере благодарен России за спасение демократии, хотя тут скорее установление, и радикального решения проблемы слишком плотной застройки. Класс, теперь у нас есть первая зарубежная сутка. Технически вторая, но с Казахстаном пока нельзя так сильно интерактировать. И чё-то, походу, Новосибирск с Тегераном кое-какие мутки уже замучивают потихонечку. Скоро уже будет известно конкретно что. Наконец-то самая мя-а-а-а подветочка кончилась, и можно заняться серьёзными делами. Хотя и в этой сфере не обойдётся без либерализации. Но в этот раз от неё действительно будет польза. Сука, и сюда засунули социалочку и хелпинг-хенд. У нас, блин, война скоро за освобождение столицы, давайте об этом париться, а не о всякой бесполезной фигне. А, ладно, так всё-таки можно. Увеличим призыв и надзор без всяких симпатий и надежд. Ну и ещё мелкому бизнесу поможем, потому что почему бы и нет. Всё равно с корпорациями мы уже точно дружить не будем. Хоть я и стараюсь их потихонечку обратно усилить. Эх, где ж те золотые времена, когда работяг дубасили дубинками и с артиллерией обстреливали, чтобы они лучше работали. И ведь прекрасно же себя данная политика показала, вон до сих пор от теплана бафы имеем. Парламент, по-братски, хотя бы за права рабочих не голосуй. Мне же потом всё это оплачивать. Да что ж мы все такие добренькие, а? Это уже начинает надоедать. Хватит ослаблять корпорации. Жизни корпоратов важны. В какой-то раз делается четвёртый, пятый. А потом мы им ещё налоги увеличим, а? Хм, придумано. Когда от них вообще ничего не осталось. Вот он, непризнанный гений экономики. Дожили олигархи в России самый незащищённый слой. Блин, это же реально, как если бы Таборицкий собирал дополнительный налог с евреев. И один бы во всей России его платил. Гоу висторч ок. Прямо нахуй. Депчик ещё и об окружающей среде заботится. Ну да, ну да, асфальтовый закон затыкает ему рот. Действительно, главная проблема России на данный момент. Чё-то меня немного попугивает. Какой-то мастер-пиз готовят гномики. То есть вся эта хрень, которую они понаделали, была ещё не главной? Б... Ну что за выборы такие? Либо союзничать с пацифистами, либо с наиболее слащавым подтипом гномиков. И если с первыми мы снижаем призыв, сука, перед войной с Германией, то со вторыми разрешаем работягам больше бунтовать, а не работать. И при этом ещё силовиков дискредитируем. Тя не с нами в одной коалиции! Какая же крыса, ебаная. Остаётся выбор между буквально сэндвичем с говном и гигантской клизмой. Манпумера мне в любом случае ещё много понадобится. И вот это вот у***я из нич-говнища считают самым базированным объединителем России. Базы полные штаны. Ай, наверное, всё-таки придётся с пацифистами контачиться. Потому что стабилити у меня и так 100. И остальные бонусы также нивелируются. А эти хоть мне немного науки дадут. Собрался, п***, воевать с Третьим Рейхом. У них, я уверен, точно проблем с пацифистами нет. Как же Васька зац***л. Какая-то игра в долбо... Я усиляю корпората, чтобы бафы получать. Оконченная Шакшука их ослабляет. Может, даже и действительно расформировать собрался. Это, конечно, не очень по-рыночному. Но ради доброты и счастья можно чужой капитал отжать. Бедная участь российского бизнесмена. Если не силовики, заводы отнимут так добрые экономики. И вот за что мне по итогу ВВП на 1,2% увеличивают. Для тех, кто не постиг экономическую науку ДНО, скажу, что это довольно-таки немало. По-моему, Шукшин сделал всё от него зависящее, чтобы экономика провалилась в бездну. Бизнес затаксован максимально, при этом его практически нет. Промышленность позакрывали ради улучшения окружающей среды. Но при этом денюжка откуда-то так капает. Демократические чудеса. О-о-о, я это пережил. Внутренняя политика закончилась. Я думал, что у меня от переизбытка кринжа доброты и крысятничества сердце остановится. Теперь можно немного и подобрагномски побряцать оружием. С созданием своего военного союза. Можно было бы придумать что-нибудь новенькое, но разрабы решили особо не париться и сделали литр или ОДКБ. С той же символикой и дополнительным названием Гвардианцов Евразия. А если повезёт, кого-нибудь и дальше защитим. И ещё один ивент на весь мир. Вот тут уже какие-нибудь гермашки должны начать волноваться. Как и епошки, которым в ближайшее время будет парочку вопросиков. Но перед ними ещё раз Казахстан. Оказывается, не очень не обязательно там было демократию защищать. Можно было просто взять и всех захватить. Но что сделано, то сделано. Надо определяться, как из нынешней ситуации профит получать. Сегодня без ритейк Казахстан. Но всё равно без его благодатных степей ни Германию не победишь. Ни на азиатов как следует не надавишь. Сначала Павлодар, потом Берлин, а потом и целый мир. Мне даже свою сферу влияния экономическую дали. Уже больше не американский подсос. А мне казалось, что Персия будет более убогой нищенкой. Не понял, какая-то ещё The Decade Long казах-цивилвор. По-моему, мы не больше года там надпехоткой катались. И чё по итогу с этим счастьем делать? Союзник это, конечно, неплохо, но я бы лучшие территории приобрёл. Не, ну а чё, они гномики, мы гномики, можно было бы и объединиться. Да блин, блинский, опять доброта. А вот если бы напали, мы бы ещё и призыв понемногу начали увеличивать. А так просто демократики больше популярности получат. А ладно, ныть не стоит, потому что оказывается, что Казахстан это крайне выгодный экономический партнёр. С крайне позитивными перспективами инвестиций. От него толку даже больше, чем от русской мечты. Ну а по итогу они ещё и таки, да, в наш союз входят. Типа классно. Тут можно было бы ради Карелии ещё раз на финнов напасть. Но тут милитарист тухачек всё за меня сделал. Поэтому можно местные территории спокойно развивать. И загодя приготовить зимнего снаряжения, потому что не только немчики могут с ним прыгать. Что? Куда это казахи едут? Пикник в северных лесах решили что ли устроить? Куда? О, решили мою границу с Финляндией прикрыть, ну пасибочки. А тем временем президентом Америки стал какой-то чел с телефоном, поздравим его. Меня немного пугает, что он похож на очень счастливого Йоки. Ай, простые внешнеполитические вопросы закончились, остались только непростые. А хотя ладно, всё не так уж и плохо. Пиндосики всё-таки не будут с нами воевать за Туркестан. Как только мы начнём бычить, они его тут же из Союза Свободных Наций выкинут. Но сперва займёмся более компликейтед вопросом. Конечно, больше всего нас унизили германцы, но хитрые самураи тоже успели себе земельки подрезать. Не так уж и много, конечно, но за Владивосток обидно. А ведь японцам сейчас крайне неприятно, у них кризис и прочие негативные дела. Из-за того, что арабы сначала начали резать друг друга, а потом объединились в гигантское сверхгосударство. Замечательный момент, чтобы вернуть исконные территории в родную гавань. Просто тихо, мирненько верните нам Владивосток и проблемок не будет. Может даже всё получится просто и по взаимному согласию. Мы дадим их суперкорпорациям заебаться в Дальний Восток на пару лет на откуп, а они нам провки. Всё равно тут и с народом, и с ресурсами, и с ВВПшкой не очень. Чё за эти... вообще конфликтовать, действительно. Но всё-таки немного поагрессировать не помешает. Парадики там проведём военные. И лояльным партизанам в Маньчжурии слегка подможем. Вставай, Бирэбиджан! Вставай, мой край родной! Ой, вей. У них там, по-моему, где-то ещё и Ким Ирсиан втихую партизанит. Ну вот и нах** квантунской армии вся эта головная боль. Суета намечается. Как же оказывается легко начать повсеместный народный бунт? Особенно если вкинуть на него парочку лямов-доляров. К чему все эти телодвижения приведут, узнаете уже в следующий раз. А ну а пока... 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 Субтитры создавал DimaTorzok